Дорогие мои друзья, сегодня мы стоим в преддверии большого праздника, государственного праздника Соединенных Штатов Америки, День Независимости. 33-й год я праздную этот праздник и я не перестаю наслаждаться той независимостью, свободой, которую я получил, приехав в Соединенные Штаты. Действительно, эта страна прибежище для многих преследуемых в мире, гонимых, тех, кто приехал в эту страну и которые смогли осуществить свои мечты, свои планы, свои цели, достичь чего-то в жизни. В этой стране очень комфортно для эмигрантов. И я сейчас не собираюсь проповедовать о всех благах американской цивилизации, но она достойна того, что она сделала. За 250 лет построила такую мощную страну с мощной экономикой, с мощной социальной защитой, с мощной армией. И люди со всего мира стараются и пытаются попасть сюда. Независимость – это очень важная часть нашей жизни. Кто-то начнет со мной спорить и доказывает, что Америка плохая, но вы можете пребывать в своих фантазиях или фантазиях ваших пропагандистов. Прожив 33 года и объездив полмира, я скажу, что это одна из самых комфортных стран для проживания человека. Но не только на этом хотел остановиться. Будучи глубоко верующим человеком и понимая, что свобода и независимость – она ценна, она необходима. И читая Библию, я нахожу множество мест, которые говорят – не делайтесь рабами человеков, не делайтесь зависимыми. Не делайтесь как физически, так и духовно. Не делайтесь, не попадайте в рабство привычкам, порокам, с которыми необходимо бороться. Свобода, в первую очередь, она определяет нас внутри. Если мы внутренне свободны, мы будем жаждать и физической свободы. Я понимаю, что есть люди, которые привыкли к рабству, привыкли быть ведомыми, привыкли, чтобы за них все решали и кто-то отвечал. Но человек создан свободным для того, чтобы строить свою жизнь так, как он хочет, так, как он имеет в своем сердце и в своей голове. Поэтому, друзья мои, не делайтесь рабами привычек, не делайтесь рабами традиций, плохих обычаев. Будьте свободны, стойте в свободе, в которую вы призваны. Это говорит Священное Писание. Поэтому, друзья мои, в этот день я хочу всех вас поздравить с Днем Независимости. Желаю, чтобы вы поразмыслили о независимости и свободе в вашей жизни. Пусть Бог вас всех благословит, пусть у вас будет шикарное, хорошее, мощное здоровье. Пусть ваши планы, которые у вас в вашем сознании, в вашем сердце, они сбудутся, вы их достигнете. Вы сделаете все, чтобы вы и ваше следующее поколение, ваши дети и внуки были свободны и жили свободно. Христос пришел для того, чтобы освободить. И родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Христос предлагает нам свободу от грехов. Соединенные Штаты предлагают нам свободу от всякого рода негодяев, которые, захватив и узурпировав власти, задеваются над собственным народом. Поэтому будьте свободны. God bless you all. До следующей встречи с вами. До свидания.